Всем привет! Опять тема срачей. Как же я обожаю! Сарказм, конечно же, ребят. Спасибо жизни, что подкидывает мне идеи для роликов, а то я уже просто не вывожу и не знаю даже, что делать. Тема противная. Всегда говорить о ком-то в таком вот неприятном ключе, ну, просто не здорово. Я не люблю это. И я уже кучу раз говорила, что худ комьюнити, увы и ах, не лучшая на свете. А честно говоря, очень хотелось бы, чтобы так было. Итак, конкурсы от художника. Всегда найдутся недовольные, даже по самым тупым причинам из серии, почему выиграл он, а не я, или, о боже мой, как он вообще мог пройти, там ведь есть действительно крутые работы. Почему-то люди забывают, что обычно художник сделает конкурс у Надим и выбирает, ориентируясь на свой собственный вкус, и все равно ставит ему в претензию, что вот у тебя нет вкуса. Ладно, сейчас мы не будем об этом говорить, потому что это действительно ерунда. И тому, кому не нравится обычно победитель, ну, это его, в общем-то, проблемы. Понятно, что обидно, досадно, что ты не выиграл, неприятно. Но мы подобные случаи не будем рассматривать, потому что это не плохие конкурсы. Это исключительно обидки конкретных людей. Мы поговорим о действительно стрёмных вещах, которые портят впечатление, ну, о вот этих лотереях, конкурсах, да и в целом. О самих художниках, которые всё это организовывают. Прежде чем перейти к самой главной теме ролика, в пару историй от меня. Я участвовала в нескольких арт-конкурсах, так что я знаю, о чём речь. Я это говорю не как человек со стороны, который никогда ничего не делал. И среди этих конкурсов были крупные конкурсы от блогеров и от больших пабликов. Я разберу все свои недовольства на этих примерах. И, честно говоря, я не помню всех конкурсов, в которых я участвовала. Это правда. Это всегда стресс. В первую очередь для самих участников, которые всё принимают близко к себе. И да, я помню, что я только что сказала, блин, как так? Он выиграл, а я нет, но... Стори тайм. Начнём. С того, что как-то я участвовала в конкурсе у не очень крупного художника, я бы даже сказала, совсем мелкого. И я помню, что даже меня как-то задел выбор победителя. Но не в том плане, что работа была не на уровне. Она как раз-таки была отличной. И я в то время рисовала плохо, так что я не жалуюсь на то, что я проиграла. Это было очевидно, что я не выиграю тогда. И я участвовала лишь потому, что мне просто нравился художник, и я хотела сделать ему приятно. Это возмутило меня в этом конкурсе не это, а то, что в конце оказалось, что победитель был лучшим другом, в общем-то, художника. Узнала я это, потому что этот факт мне понравился не только мне. С одной стороны, довольно тупо запрещать своим друзьям участвовать в конкурсе, но с другой стороны, очевидно, что у них есть преимущества, и это нечестно по отношению к другим. Получается, что тут две стороны на медали. Просто представьте, например, что устроила конкурс я, в котором бы позволила участвовать своим друзьям. Ну, условно, например, выиграла бы Перпин. Очевидно, что у нее больше шансов. Почему, спросите вы? Да просто потому, что она знает меня лучше вас. И она знает, что нарисовать и как нарисовать, чтобы мне понравилось точно. И у нее, ну, очевидно, просто больше шансов, потому что она в конце может мне кинуть обидку. Типа, блин, ну я не выиграла, потому что вот, ну... В общем, вы поняли. Если бы я устраивала конкурс, я бы попросила своих друзей в нем не участвовать, либо не рассчитывать на главные призы, потому что это нечестно. И я думаю, что люди бы это тоже заметили и стали бы возмущаться. В любом случае, я тогда подумала, что дело в том, что художник непопулярный, у него было около 500 человек тогда, и кому какое дело до такого маленького конкурса. Возможно, поэтому он повел себя так и решил выбрать победителя друга, не рисовать ему ничего, получить картинок в подарок и подписчиков. Ну, в общем-то, просто схитрить. Ситуация некрасивая, но что поделать? Казалось бы, да, маленький художник с маленькой аудиторией, что от него ожидать? Значит, надо выбирать кого-то с более крупной аудиторией. Я тоже тогда так подумала. И следующий стремный случай произошел уже не совсем со мной. Кое-то время назад я работала в паблике с реквестами, в довольно крупном, кстати, паблике. В общем-то, ты там рисуешь картинки людям, получаешь пиар и все честно. И вот админы сего чудесного паблика решили устроить конкурс. Победитель получал арт от любого художника, который там работал. Ну, что фигня, потому что реальный приз был денежным. И все туда шли за ним. И, в общем-то, админы между собой решили, что и художники сделают конкурсную работу, они сделают его победителем, получат кучу картинок, придет куча новых людей. Но и самое-самое главное, деньги можно будет никому не отдавать. Тогда много художников ушло, был очень большой срач в группе самой. И я в том числе тоже тогда от них ушла. И я не знаю, чем все закончилось, потому что мне было неинтересно. Я подумала, что это просто некрасиво, и все. Ну и тот самый главный срач, ради которого мы все сегодня здесь собрались, произошел буквально неделю назад. Самое грустное для меня, это то, что произошло. Это с блогером, которого я смотрела. И я вот думала, вот чел такой позитивный, добрый, рассказывает интересно. Ну, как мне поддержать человека? Он все-таки старается над контентом. А вот, оказывается, все его подписчики чисто тупые дети, мешки с деньгами. Ну, и это практически прямая цитата. Вы знаете мою позицию, я не люблю подобные вещи, я не люблю конфликты, поэтому без никнеймов. Но вы можете зайти в ВК, на склад нарушителей, и лично ознакомиться с ситуацией и с блогером. А я обойдусь без всего этого и просто расскажу то, как это вижу я. Краткий пересказ. Очень краткий. Есть блогер, занимает своими делами, никого не трогает, решает сделать конкурс фан-артов. Один художник сделал работу, но по техническим причинам не успевает залить в альбом. Пишет сообщение паблика, спрашивает, можно ли залить работу. Где админ, не блогер, заметьте, админ, отвечает и помогает решить ситуацию. Работа залита, все окей. Было бы очень здорово, если бы история была о доброте и о том, как челу помогли почувствовать в конкурсе, но нет, это только начало. Блогер устраивает длинный стрим, аж на 7 часов с разбором работ. Как и обещал, в общем-то. Молодец. И под конец стрима доходит как раз-таки до этой работы. И почему-то внезапно он начал говорить, ну, не очень приятные вещи о человеке. Якобы художник сам виноват, что поздно залил. И пытается пролезть в конкурс. И все такое. Это я более мягко говорю. И... Боже. Простите. Это мне просто кринжово. Я смеюсь от кринжа. В общем-то, было много всяких противных штук, которые позже блогер написал уже в комментариях к своему стриму. Сказал, что художник ноет, хотя должен быть благодарен, что даже после 7 часов стрима. Он такой классный и нашел в себе силы прокомментировать его работу. Ну, а затем и кинул в чай из паблика. За что? Почему? Как так вышло? Никто не понял. Я читал слив и не понимал. А за что? Можно было просто не допускать работу. Технически художник опоздал. Все. Но админ пропустил ее и лично залил все. Помог человеку попасть в конкурс. Почему блогер не поговорил со своим админом? Почему он допустил? Значит, виноват получается он, а не художник. Нет? Работа в альбом залита им же. За что было оскорблять участника конкурса? Вырезку со стрима было так вообще противно слушать. Я просто слушала и не мог поверить, что он действительно так говорит. И после этого оказалось, что этого блогера уже сливали за срисовки и опаски. Ну, что, в общем-то, не сильно меня удивило. Дело в том, что я смотрел ролики. Там действительно были обмазки. Но им хо, я думал, что это сделано исключительно смеха ради. Ибо вставки появлялись как раз в такие моменты. Но, видимо, я дебил и был просто неправ. Я действительно расстроена, что такая ситуация произошла. Но я знаю, что мой ролик не приведет ни к чему. Я скорее тоже окажусь в бане. Хотя, казалось бы, за что? Я даже не сказала ник этого человека. Ничего нет. Я лишь рассказал сухие факты о ситуации. В защиту блогера скажут только то, что комментаторы под этим постом тоже были не очень. И я такие вещи не одобряю. Люди зачем-то начали переходить на личности, оскорблять контент, его скилл. Хотя, за что? Слив идет о конкретной ситуации. О конкретной проблеме. О оскорблении человека. Обсуждайте это. Не переходите на чужих матерей. Что за дебильная привычка? Контент никак не связан с тем, что человек поступил плохо и он говно. Может, это лично меня выбесило? Ну, я правда дебил, который старается верить в любовь, дружбу, жвачку. Хотя, после этого комментария от блогера, думаю, тут уже понятно. Жаль, ситуация неприятная. Я надеюсь, участница чувствует себя хорошо. Но сейчас ее поддержит много людей. Так что, надеюсь, все окей. Как видите, большая аудитория не залог хорошего отношения. Хотя, казалось бы, перед концом давайте поговорим и о чем-нибудь хорошем. Чтобы вы понимали, что не все люди пытаются обмануть и нажиться на вас. Действительно много блогеров дорожит своей репутацией. Пытаются сгладить конфликты. Делают честные конкурсы и так далее. Как-то я участвовала в конкурсе от одного крупного блогера. И, честно говоря, грех не похвалить его. Поэтому сразу скажу, что это была синта. Да, та, что обзоры по Леди Баг делает. Конкурс был давно. Но в ее паблике все еще и все пост с победителями и работами. Думаю, даже и стрим сохранился. Но я, честно говоря, не знаю. Я не искала его еще раз. Призы были реальными. С мерчом по мульту. И грех было не поучаствовать. К тому же она обещала похвалить участников на стриме. А я люблю, когда меня хвалят. Думаю, ладно, пофигу, выиграли. Нет. Хотел, чтобы блогер просто увидел мою работу. В общем, я просидела тогда весь стрим. Меня похвалили. Думаю, ну ладно. Так-то пофиг. Я точняк не выиграю. Думаю закрывать стрим уже. И вот она объявляет второе место. Да, там была моя работа. Я визжал на все округа, если честно. И, в общем-то, эта история хорошая. Даже не потому, что я заняла какое-то призовое место. А потому, что блогер сделал все правильно. В альбоме с работами были очевидные срисовки и обмазки. Но она ничего про это не сказала. Просто потому, что понимает, какая аудитория ее смотрит. Она похвалила каждую работу. И приз действительно мне пришел. Причем быстро. Это, кстати, был скетчбук, как у Маринки. В общем, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы не попадали в такие неприятные ситуации. Потому что довольно стремно, что для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно прошерстить весь интернет и проверить, делали ли сливы на кого-то или нет. И да. Будьте добрее. Никого не надо оскорблять. И все такое. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. На наш общий канал. Сперпин. На мой ВК. На Инст. На Твиттер. Что там еще есть? Я постоянно забываю, какие у меня есть соцсети. Всем позитивных блогеров. И отличных конкурсов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok.